Я напомню, Пекин готовится к первому в истории параду победы во Второй мировой войне. До военного шествия остается чуть более чем полтора часа. И сейчас завершается последнее приготовление на площади Тянанмэнь. А там работают наши корреспонденты. И моя коллега Цзоу Тюань сейчас с нами на связи. Цзоу Тюань, доброго утра. Делитесь с нами тем, что видите, самой свежей информацией с места по настоящему историческому событию. Да, доброе утро, Олеся. Наша съемочная группа и на самом деле находится в эпицентре сегодняшнего мероприятия. Нас расположили на одной из четырех огромных трибун. Именно с них гости и будут наблюдать за парадом. Кстати, всего сюда приглашены около 55 человек. Если говорить о составе собравшихся, то он совершенно разный. Свои места в эти минуты занимают не только главы и представители иностранных государств, чиновники и общественные театры Кеннер, но и обычные жители Пекина. И, конечно же, ветераны, которые приехали сюда со всего Китая. Еще одна интересная деталь – это подготовка военного хора и оркестра. Буквально рядом с нами более двух тысяч человек только что заканчивали свою последнюю репетицию. И именно они будут обеспечивать музыкальное сопровождение на протяжении всего парада. В репертуаре, разумеется, патриотические произведения, например, «Защита реки Хуанхе», «Марши Тадао» и еще около 30 классических композиций, которые прозвучат в течение 70 минут примерно столько и продлится всего мероприятие. К слову, начнется мероприятие уже совсем скоро, примерно через полтора часа по площади Тиамен пройдут 12 тысяч военнослужащих, а тысячи из них являются предоставителями зарубежных армий. Еще будет продемонстрировано 700 единиц боевой техники, причем, по словам организаторов, почти вся она будет показана впервые. В общем, зарежище обещает быть очень интересным, и мы с нетерпением ждем начала этого грандиозного события. Олеся. Спасибо, я напомню, это наш корреспондент Зо Цюань, она сейчас работает на площади Тянанмэнь, а в Пекине сейчас готовится к историческому событию, первому параду победы в войне с японскими захватчиками.